Здравствуйте, друзья! Выставка Basel Wall 2019, про которую так долго говорили, которую так много обсуждали, можно считать, началась. И мы начинаем наши репортажи с этого самого главного часового мероприятия мира. Кстати, партнером всех наших репортажей с выставки Basel Wall 2019 стала сеть салонов швейцарских часов «Консул». Про эту выставку много рассказывали и мы. Мы старались предсказать, какой она будет, а теперь мы можем посмотреть, что из этого получилось, какой она стала. Ну, первое, что можно сказать, да, и размеры выставки, и степень пафоса этого крутейшего мероприятия в этом году стали, ну, немножко пожиже. На самом деле в залах выставки, по крайней мере сегодня, это практически не чувствовалось. Но это чувствовалось снаружи, потому что опустела площадь перед вторым залом, которая всегда была полна людей, всегда была полна цветов. Сегодня она выглядела, ну, для меня немножко так непривычно пусто. День до открытия выставки считается пресс-днем. И как-то так сложилось, что он по традиции стал днем группы компании LVMH. И на входе на выставку всех посетителей встречал огромный пропеллер. Символ новой коллекции Такойра, коллекции Аутавия. Модели имеют такой, скорее, классический дизайн, и некоторые уже стали сравнивать их с моделями от Брайтлинг. Ассоциация тем более напрашивается, что Брайтлинг не так давно отказался от крылышек, от такой явно выраженной авиационной составляющей. А вот у Такойра она теперь появилась. Но за классическим обликом Аутавии кроются новые технологии. Прежде всего, спираль, которая сделана из карбонового композита, которая невосприимчива к магнитным полям, к перепадам температуры и многим другим неблагоприятным явлениям. Благодаря чему эти модели имеют хронометровую точность. Кстати, партнер наших репортажей сеть швейцарских часов Консул является одним из крупнейших дилеров Такойра. Я думаю, что эти новинки уже скоро появятся в магазинах Консула. Новые технологии лежат в основе новинки, показанной на соседнем стенде, на стенде Zenit. Это Zenit Defi Inventor. Фишка этих часов в том, что в них компания полностью отказалась от традиционного анкерного спуска, заменив его некой монолитной деталью, выполненной по новым технологиям. Новая деталь заменяет сразу три десятка деталей, из которых состоит традиционный узел спуска и узел баланса. Данная технология была продемонстрирована Zenit еще в прошлом году, но тогда часы были выпущены всего лишь в серии в 10 экземпляров. Шла отработка технологий. В этом году Defi Inventor превращается в совершенно нормальную полноценную коллекцию, которая уже к осени появится на прилавках магазинов. Компания объявила цену 18 900 франков за модель. Развитие технологий прошлых лет продемонстрировала и Булгари. Причем у Булгари развитие получилось революционным. Компания поставила уже пятый рекорд толщины часов. Новая Octo Finissima Chronograph имеет самый тонкий механизм хронографа в мире. Его высота всего 3,3 мм. Статус пусть не рекорда, но действительно премьера имеет и новинка от Max Busser & Friend. Это Legacy Machine. Первые женские часы в истории компании MBF. Назвать новинку первым блином язык не поворачивается. Во-первых, потому что она достаточно толстая и больше похожа на такой пузырь, пирожок. А во-вторых, этот блин совершенно точно не комом. Модель великолепна. Выглядит просто сказочно. Всего модель выпущена в трех версиях. Самая дешевая стоит 108 000 франков. Самая дорогая с багетными бриллиантами переваливает за 200 000. Уже стало традицией, что в первый день здесь, в Базиле, мы встречаемся с нашим российским участником этой выставки, с Константином Чайкиным. Здесь, в Базиле, Константин впервые показал живьем модель Дракула, которая была анонсирована им еще осенью на праздник Хэллоуин. По словам Константина, в последние годы есть явный тренд на рост интереса к тому, что делают независимые часовщики. И стенд Академии независимых часовщиков, который возглавляет Костя, в этом году стал самым большим за все время. В нем участвует 21 человек, 21 академик. Подводя итоги этого дня, нельзя обойти вниманием и пресс-конференцию, на которой организаторы выставки рассказали о своем видении мероприятия и о том, как оно будет развиваться дальше. От выставки, ориентированной практически исключительно на дистрибьюторов, выставка будет все больше поворачиваться в сторону конечных покупателей. И пусть Базиле никогда не сможет вместить их всех, выставка будет становиться точкой, через которую строится коммуникация с этими людьми. А прежде всего, за счет внедрения каких-то интерактивных платформ и других площадок для общения, для площадок для трансляции. Давать какие-либо прогнозы в ситуации, когда мероприятие лишилось такого большого количества экспонентов, действительно сложно. И, как сказали организаторы выставки, их главная задача в этом году сделать так, чтобы для тех, кто пришел участвовать в выставке, эта выставка стала мегаэффективной, мега полезной. Ну, судя по тому, что мы видели на стендах и тому, что мы видели в этих залах, организаторы постарались достаточно хорошо. Как будет проходить выставка, смотрите в наших следующих репортажах. Повторюсь, что партнером наших трансляций из Базиле в этом году стало сесть в салонах швейцарских часов в консул. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше интересного. Из мира сложных механизмов, красивых вещей и удивительных игрушек. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!